В эфире программа День города. Я и мои коллеги познакомят вас с наиболее актуальными и интересными событиями этого дня. В студии Алена Куклева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. В ночь на пятницу горела автомойка на московском шоссе. Она открылась недавно и проработала всего шесть дней. Выходи, не ренись, на зарядку становись. В Рязани прошел финальный этап всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». 70 лет за рулем. Работников автоколонны номер 1310 поздравляют с юбилеем предприятия. В Рязанском областном суде 16 октября огласили приговор в отношении жителей Кадамского района, которые обвиняются в истязании шестилетней девочки и мошенничестве при получении выплат. В общем, ребенка обвиняется в убийстве девочки, совершенном с особой жестокостью. Рязанский областной суд признал подсудимых виновными и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорил. Гражданина Белоненко к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на два года. Гражданку Новоселову к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сегодня ночью дюжина пожарных расчетов тушила пожарные автомойки в Рязани. В час 10 минут на пульт дежурного пожарной службы поступило сообщение о пожаре на улице Московское шоссе. Горела недавно открытая автомойка напротив торгового центра Барс Премиум. По ликвидации пожара участвовали 12 пожарных автомобилей и 37 человек личного состава противопожарной службы. Огонь тушили всю ночь. Сообщается, что пострадавших нет, причины пожара и ущерб устанавливаются. Как утверждают очевидцы в группе соцсети ВКонтакте, автомойка открылась недавно и проработала всего 6 дней. И стали известны подробности о пожаре в Рязани на улице Верхняя. В 9 часов вечера четверга в противопожарную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме. На ликвидацию огня выехали 5 автомобилей и 15 человек личного состава противопожарной службы. Огонь был потушен уже через полчаса. Хотя пожар произошел на площади всего 12 квадратных метров, в огне погибли двое мужчин. Причины пожара пока неизвестны. 15 октября в Рязани прошло расширенное заседание рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта по вопросам реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Пока региональные руководители отчитываются о проведенном капремонте, рязанские общественники продолжают говорить о его качестве. Например, Анатолий Гусев, член ОНФ, доверенное лицо президента России, рассказал о том, как программа капитального ремонта реализуется в его доме. Как пример, озвучил вопрос по ремонту лифтового оборудования. Наш дом попал в ремонт лифтов. Я позвонил. Как у нас? В августе, в сентябре ремонт у вас будет сделан. Ну, слава богу, я уехал в отпуск, значит, на дачу, приезжаю в сентябре. Смотрю, лифт как был, так и есть. Ничего не изменилось. Я думаю, может, еще их не было. Проходит с неделю, я не выдержал, звоню туда, говорю, как вот, вы обещали ремонт сделать, а до сих пор ничего. Как, мы уже у вас сделали ремонт. Как сделали? Никто, ни соседи, никто ничего не видел, не знает. После того, как спикер обошел ряд организаций, ему объяснили, что в их доме лифт так и не ремонтировался. Естественно, невозможно заменить тут, правильно говорили, что люди платят, но фонд, он имеет, должен, у нас есть и по закону, условия устойчивости регионального оператора, чтобы он не был банкротом. То есть объем обязательств регионального оператора на каждый период должен соответствовать тем объемам средств, которые он собирает. Иначе это, сами прекрасно понимаете, будет пирамидой банкротства. Поменять некую мифическую запчасть в лифте – это, согласитесь, никак капитальным ремонтом назвать нельзя. А между тем, среднестатистический кошелек, дополнительный пункт в платежке за коммунальные услуги, бесспорно ощутил. Потому граждане и требуют, причем вполне законно, качественных работ по ремонту. Не так уж богато у нас живут большинство, в нашем населении, особенно в это время, не все, значит, зарабатывают по 100, 200, 300, 400 тысяч в месяц. Вот у некоторых есть заработная плата и 10, 12, потому что и дети, школа и так далее. И людям приходится очень тяжело. И здесь приходится еще оплачивать, значит, за капитальный ремонт, плюс какие-то, значит, общедомовые нужды. А вот начальник Государственной жилищной инспекции Рязанской области Иван Миронов в своем заявлении отметил, что прежде чем гражданам задавать вопросы, стоило бы почитать законы, все, мол, уже прописано. Но между тем соглашается, что проблем с реализацией программы капремонта пока хватает. Везде очень много проблем по реализации программы. В первую очередь затягиваются сроки, сроки согласования. Это смерть со стой с собственниками. Необходимо по всем видам работ, Игорь Васильевич перечислил их, более 500 видов работ согласовать с смерть собственника. Они должны посмотреть. Собственники у нас бывают иногда и грамотные люди, специалисты. Бывает не очень компетентно в этих вопросах. Но в любом случае согласование должно все это пройти. Это требует определенного времени, затрат трудовых. Затем необходимо провести конкурсный отбор подрядных организаций. Также дело новое. Такой объем финансирования по капитальным ремонтам на квартиры и домов в городе Рязани, в Рязанской области, наверное, не было. Даже с реализацией программ по 185 закону таких освоений финансовых средств за год не было. Напомним, реализация проекта по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах в Рязанской области началась в 2015 году. Ранее был подготовлен график выполнения ремонтных работ. На данный момент жители Рязанской области платят в фонд 6 рублей за квадратный метр. Плата взимается ежемесячно. За ходом капитального ремонта следят и в регионе. Сегодня на площади театральные представители власти проверяли результаты работ по капитальному ремонту сразу в двух жилых домах. Подробнее Роман Дворецков. В центральной части города до недавнего времени многоквартирные дома выглядели угрожающие из-за вечно осыпающихся фасадов. В этом году начался капитальный ремонт жилых домов по плану, утвержденному правительством Рязанской области. Всего за год планировалось отремонтировать чуть менее 500 домов, в число которых вошли дома из областного центра. Региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Рязанской области утверждена постановлением правительства Рязанской области в феврале 2014 года. Она рассчитана на 30 лет и предполагает капитальный ремонт более чем 7 тысяч новых квартирных домов в период с 2014 по 2043 год. В целях реализации данной программы правительством Рязанской области ежегодно утверждается актуализированные крокосрочные планы. Средства для реализации капитального ремонта выделил не только Федеральный фонд реформирования ЖКХ. Также работы проводились за счет средств горожан. Большинство жителей были обеспокоены ходом выполнения ремонтных работ и качеством строительных материалов. Генеральный директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Игорь Квашнин заявил, что все материалы проходят обязательную проверку. Контроль за качеством материалов у нас как входной идет перед началом работы, так и постоянно в течение производства работы. При отборе подрядных организаций мы выставляем условия технических заданий, то есть какие материалы должны быть использованы, с какими техническими характеристиками. Марку материала мы не задаем, но даем задания, характеристики не ниже которых можно применять на этом объекте. Большая часть домов, подлежащих капитальному ремонту по программе, находится в Рязани. Однако в план также вошли жилые дома Касимова, Сасова, Скопина и еще 17 районов области. Всего за год было выполнено 194 вида работ в 172 домах. Как обещали представители делегации, во время осмотра ремонтируемых объектов до конца текущего года оставшиеся работы будут завершены. По информации, опубликованной на сайте Медиа Рязань, новыми депутатами недавно избранной Рязанской областной думы по списку партии «Единая Россия» станут главный врач областной детской клинической больницы Татьяна Панфилова и глава совета директоров компании «Доступное жилье» Александр Калашников. Панфилова заменит Николая Булаева, ставшего сенатором представителей Ряза облдумы в Совете Федерации. Калашников возьмет мандат Елены Митиной, которая в свою очередь заменит Николая Булаева в Государственной думе. В этом году Рязанской автоколонне номер 1310 исполнилось 70 лет. На предприятии трудятся водители, кондукторы, ремонтные рабочие, специалисты и служащие. Ежемесячно автоколонны перевозят более полутора миллионов пассажиров. На праздники побывала Оксана Тебенихина. В Рязанском дворце молодежи собрались сотрудники автоколонны 1310. Это люди совершенно разных специальностей и профессий – водители, кондукторы, ремонтные рабочие, специалисты и служащие. Поздравить сотрудников старейшей в регионе автоколонны прибыли представители областной и городской власти, профсоюзов и предприятий города. 70 лет назад за баранку автобусов сели те, кто прошел все боевые поля, поля сражений. И именно участники войны составили ту кадровую основу, которая дала прекрасные ростки тех лучших проявлений с вашей стороны, которые дают вам силы, дают силы развития всей вашей замечательной организации до сих пор. История автоколонны берет свое начало с сентября 1945 года, когда увидела свет постановления Рязанского обл. исполкома под номером 222. Организовать в городе Рязани автоколонну номер 73, осуществляющую пассажирские автомобильные перевозки. В 1963 году автоколонну переименовали в РПАП-1 – Рязанское пассажирское автотранспортное предприятие. И, наконец, в мае 1976 года организация получила свое нынешнее название – автоколонна номер 1310. По данным официального сайта, предприятие располагает 157 автобусами, обслуживающими маршруты и 24 автомобилей, обеспечивающих бесперебойность технического процесса перевозок. Из всей техники 53% – импортные машины, а 47% – автобусы отечественного производства. В пятницу на пешеходной зоне улицы Павлова в Рязани прошел финальный этап всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». Массовая разминка стартовала в 11 утра. Претендентами на право провести зарядку с чемпионом стали одни из самых ярких спортсменов региона. Каждый из них представил участникам свой комплекс упражнений и рассказал, насколько важно не пропускать утреннюю зарядку. Руки выше, ноги шире, улыбайтесь 3-4. Вот так самая обычная зарядка приводит к золотым олимпийским медалям. В Рязани уже в третий раз состоялась всероссийская акция «Зарядка с чемпионом». В 2013-м пример того, как правильно делать зарядку, показывал чемпион Европы по самбо. В следующем году ее провел серебряный призер чемпионата мира по дзюдо. В этом году такой чести удостоились сразу пять сильнейших рязанских спортсменов, представляющих на соревнованиях разного уровня легкую и тяжелую атлетику, бокс, дзюдо, а также гребли на байдарках и каноэ. Организаторы до последних минут держали интригу о том, кто же возглавит этот список. Победителем интернет-голосования был признан Максим Цирюльников, набравший 415 голосов. Во всех муниципалитетах наши молодежь, дети, взрослое население проводили зарядки со знаковыми нашими спортсменами, которые очень многого уже добились на различных аренах – российской, европейской, мировой. Поэтому сегодня здесь проходит финал этой акции. Развлекали и поддерживали участников знаменитые талисманы. Гриб Боря и маскот Зубрик так лихо скакали на сцене, что и молодежь, и взрослые старались не отставать. На первый курс леч-фак обучаемся в РСГМУ Медицинском университете. Первый раз участвуем в таком мероприятии? Да, мы участвуем первый раз. Ну и как? Мне нравится, нам всем нравится. Очень классно, дети очень, прям вот сразу поднимается настроение. Никита и Кирилл на зарядке с чемпионом защищали честь спортфака РГУ. Пришли на других посмотреть, себя показать и на всякий случай напомнить, что спорт еще никому никогда не мешал. Зарядку делаете? Делаем. Конечно. Бегом с утра. Какие бы упражнения вы порекомендовали нашим телезрителям? Самые простые? Ну, на растяжечку. Растяжка – это самое главное в жизни. Если будешь спину закачивать, растягивать, шпагат садиться, будет хорошо, все будет. Не обошлось и без маленьких спортивных побед. Нашлось немало желающих помериться богатырской силой прямо на сцене. Некоторые участники зарядки пришли на всероссийскую акцию, чтобы получше размяться перед очередными соревнованиями. Мы сегодня в Шиллу едем. У нас сейчас игра в два в Шиллу. Готовы? Да. У вас есть какой-нибудь девиз? Нет. Это срочно придумаем. Один за всех и все за одного. ФК Рязань не боится никого. На память об акции собравшиеся получили магнитные браслеты с надписью «Спорт – моя тема». Самые активные участники за то, что не теряют боевой дух и заботятся о здоровом теле, были удостоены абонементов в бассейн «Аквамет». На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. День города прощается с вами. До завтра. Хорошего продолжения вечера. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok